Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. Рекордные цены на топливо. Сколько будет стоить бензин и дизель в эти выходные? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордные цены на топливо следуют в нашей стране одно за другим. В частности, уже сегодня цена бензина А95 составляет 22 лея за литр. Диз топлива 18 леев 84 бана. Водители возмущены и заявляют, что уже не выдерживают ежедневного подорожания. С утра автозаправочные станции вывесили новые ценники на топливо. Литр бензина продают уже по 22 лея. На 7 банов дороже, чем накануне. Диз топлива по 18 леев 84 бана, что на 3 бана больше предыдущей цены. Новое подорожание вызвало очередное недовольство водителей. Если заглянуть в карманы высокопоставленных чиновников, то для них это не страшно. Раньше я заправлялся метаном по 8 леев, сейчас по 13-15. Работаем себе в убыток. Ничего с этим не можем поделать. Вынуждены работать, потому что надо содержать семьи. Кого избрали, с тем и живем. Очень-очень дорого. Цены должны быть пониже. Мы же не в Европе работаем. Цены неоправданно высокие. Работы мало. Один из таксистов сказал нашему корреспонденту, что не видит для себя другого выхода, кроме смены места работы или отъезда за границу. Кому они нравятся, если план тот же, тариф не поднят, газ подняли и попробуйте сделать план, и в пробках план не делается. Конечно нет. Все недовольны. Я собираюсь работу менять. Недовольны новыми ценами и водители междугородних рейсов. По их словам, расходы растут, а зарплаты остаются на том же уровне. Затраты растут и растут с каждым днем. Если продолжится рост цен, то людей вообще не будет. Эксперты объясняют повышение цен тем, что Национальное агентство по регулированию энергетики устанавливает их в зависимости от изменений на международных рынках. Не учитывая при этом, по какой стоимости молдавские операторы топливного рынка приобрели бензин и солярку в прошлом году, когда акцизы были меньше. У нас есть внутренние нерешенные проблемы с тем, что связано с распределением топлива. Но в то же время цена продиктована котировками на международных рынках. Все топливо мы импортируем из Румынии. Это плохо, конечно. Какие-то рекорды еще будут побиты. Основной фактор, влияющий на рост цены, это повышение акциза. С начала года стоимость бензина и дистоплива повысилась почти на 1 лей 30 банов. Как заявляют представители Наре, подорожание обусловлено ростом цен на международном уровне. Также в Наре уверяют, что рассчитываемая цена на основные виды нефтепродуктов точно отражает изменения на внешних рынках за последний период и исключает возможность топливных компаний неоправданно завышать цены по своему усмотрению. Продолжим цитатой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В свою очередь, бывший депутат от платформы ДА Александр Слусарь считает, что власти должны удвоить компенсации для граждан с низким и средним уровнем дохода. Иначе произойдет крах системы оплаты счетов за газ, а также социальный бунт, когда люди с платежками придут к дверям кабинета министра с пыну. Молдова дорого платит за некомпетентность аффилированного с Молдова Газгазпромом министра, написал экс-депутат в социальной сети. Что думает по этому поводу в правительстве, выяснить не удалось. Пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Тубурчану не ответила на наши звонки и сообщения, а советник вице-премьера с пыну Алина Мерлич сказала, что не комментирует заявления политиков. Ранее премьер-министр заявляла, что причин для отставки правительства нет и что исполнительная власть выйдет с новыми компенсационными мерами для населения, если тарифы и цены продолжат расти. В прошлом году средние потребительские цены в Молдове росли как на дрожжах. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Так, за последние 12 месяцев тарифы увеличились примерно на 14%, достигнув самого высокого показателя за последние 15 лет. Больше всего выросли цены на газ, продукты питания и транспорт. Рост цен в 2021 году наблюдался практически во всех сферах, но наибольший скачок произошел в энергетическом секторе. Так, стоимость природного газа выросла более чем на 80%, угля из жиженого газа на 45%, почти на 30% поднялись цены на бензин и дизельное топливо, а на централизованное отопление на 24%. Хотя Молдова и является преимущественно аграрной страной, продукты питания в прошлом году побили все рекорды. Наиболее существенный рост произошел с ценами на овощи, которые в среднем подорожали почти на 44%. Так, в 2021 году капуста стала дороже более чем на 60%, картофель и лук на 50%, чеснок почти на 30%, а растительное масло на 33%. Подорожали также яйца более чем на 22% и хлеб на 14%. Стоимость мяса и мясных изделий выросла на 13,5%. Также, согласно данным, приведенным на портале статистика МД, в 2021 году подорожание в транспортной сфере составили 14%, а цены на стройматериалы выросли более чем на 24%. Эксперты считают, что рост стоимости энергоносителей и продовольствия происходит на фоне глобального экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Лидеры партии «Демократия дома» Василий Костюк и муниципальный советник Кишинева Вячеслав Неделя, задержанные два дня назад по делу о незаконных сделках с земельными участками в Дурлештах, следующие 30 суток проведут под домашним арестом. Решение принято сегодня, 14 января, судом столичного сектора Чиканы. И Костюк, и Неделя заявляют о своей невиновности. После многочасового совещания судьи частично удовлетворили ходатайство прокуроров о применении превентивной меры в отношении задержанных, поместив активиста Василия Костюка и кишиневского муниципального советника, экс-депутата Вячеслава Неделю, под домашний арест на 30 суток. Эта же мера применена и в отношении задержанной по тому же уголовному делу женщины. Костюк в суде заявил о своей невиновности и пообещал выступить с рядом громких разоблачений. Кто-то заинтересован в том, чтобы меня закрыли на 30 дней. За что? Мне предложили 11 числа дестабилизировать ситуацию в стране. Я отказался. 12-го меня задержали. В изоляторе мне снова предложили подчиниться и перейти на сторону неких тайных групп, чтобы дестабилизировать и участвовать в формировании нового правительства. Но шестерки вроде Виарела Мараря. Спросите, на кого они работают? Они работают не на власть. За вашим задержанием стоит Виарела Марарь? Да. Бывший глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виарел Марарь не ответил ни на телефонный звонок, ни на сообщение для комментария по поводу обвинений со стороны Костюка. Муниципальный советник Вячеслав Неделя тоже заявил, что в его случае речь идет о заказном уголовном деле. Он признал, что владеет земельными участками в Дурлештах, но подчеркнул, что приобрел их на законных основаниях. Как вы прокомментируете выдвинутые против вас обвинения? Я их отвергаю. Мне они кажутся надуманными и нелепыми. Буду себя защищать. Костюка и Неделю подозревают в соучастии в действиях, связанных с извлечением выгоды из влияния и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы. В знак протеста Василий Костюк объявил голодовку, о которой сообщил его адвокат. Ранее по этому же уголовному делу была задержана предприниматель Диана Круду, дочь бывшего примара города Дурлеште. В настоящее время она находится под домашним арестом. Чрезвычайное положение в здравоохранении продлили еще на два месяца. Решение приняла в четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в связи с увеличением на 77% по сравнению с прошлой неделей числа случаев заражения COVID-19, а также из-за присутствия на территории республики штамма Омикрон. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение продлить чрезвычайное положение в Молдове до 15 марта. С понедельника въезд на территорию страны будет разрешен при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР или экспресс-теста, проведенного за 48 и, соответственно, 72 часа до въезда в страну. Медицинская справка о перенесенном заболевании и подтверждающего документа о наличии антител. Граждан, не имеющих при себе вышеперечисленные документы, обяжут соблюдать 14-дневный карантин. В то же время столичная комиссия общественного здоровья ввела в Кишиневе оранжевый код COVID-опасности. Все дополнительные меры в здравоохранении предприняты в связи с быстрым ростом числа заболевших и высоким уровнем заражения штаммом Омикрон. С 17 января в населенных пунктах с риском распространения коронавирусной инфекции обслуживание клиентов в заведениях общественного питания будет разрешено только при предъявлении сертификата COVID-19. Наличие этих документов также обязательно при проведении частных мероприятий, корпоративных вечеринок, свадеб, крестин и других с участием 25 и более человек. В случае объявления населенной местности Красного кода COVID-опасности решением властей будут запрещены все массовые мероприятия, а вход в Кишиневский аэропорт будет разрешен лишь пассажирам. Тем временем в Молдове за последние сутки у 1858 человек диагностировали коронавирус, в том числе у 95 медработников. Среди новых случаев 52 завезенных, 136 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также в Минздраве сообщили, что в период с 20 ноября по 14 января от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 человек. Дети тоже могут умереть от коронавирусной инфекции. Об этом предупреждает координатор компании по иммунизации Нинель Ревенко, которая обеспокоена растущим числом маленьких пациентов, инфицированных COVID-19. В Кишиневе госпитализированы более 100 детей. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. В столичной примарии бьют тревогу и требуют участия центральных властей в вопросе увеличения количества мест для детей. В Молдове в последнее время значительно увеличилось число детей, зараженных коронавирусом, говорит координатор компании по иммунизации Нинель Ревенко. Если в начале недели в столичном институте матери и ребенка лечились 18 несовершеннолетних, то к четвергу их число удвоилось. Ревенко утверждает, что количество больных будет быстро увеличиваться. Возможны и смертельные случаи. По ее словам, вакцинация остается наиболее эффективным способом предотвращения тяжелых последствий. В настоящее время зарегистрировано 26 746 случаев заболевания ковид у детей, большинство из которых подростки, более 54%, дети старше 11 лет, то есть в возрасте, когда можно делать прививки. У нас 1549 беременных, а в 2021 году умерло 14 женщин, большинство из которых не вакцинированы. Ревенко заявила, что подростки реже проходят тестирование, так как в большинстве случаев у них нет никаких симптомов. А штаммом омикрон заражаются и многие дети в возрасте до 11 лет, в том числе младенцы. Из тех, кто госпитализирован в институт матери и ребенка, есть дети до года, есть младенцы и есть ребенок, подключенный к аппарату ИВЛ старше 10 лет. Дети всех возрастов могут заразиться ковид-19, а когда в мире преобладает омикрон, число инфицированных среди них значительно увеличивается. К сожалению, дети могут тоже умереть от коронавируса. Рост заболеваемости среди малолетних вызывает серьезную озабоченность у медиков. Муниципальные власти призывают увеличить количество больничных мест для маленьких пациентов. Глава управления здравоохранения Борис Гылко утверждает, что, скорее всего, дети становятся жертвами варианта омикрон, который гораздо более заразен. За последнюю неделю мы наблюдаем тревожный рост случаев заражения ковид у детей. Подозреваем, что это штамм омикрон и ждем подтверждения от Министерства здравоохранения. Но точно известно, что в детской инфекционной больнице только вчера на 106 койках, которые есть в больнице, лежало 126 больных с ковид. В настоящее время в Молдове вакцинация от ковид разрешена только тем, кто достиг 12-летнего возраста. Статистика показывает, что только 2% несовершеннолетних были иммунизированы. В столичном микрорайоне Ботаника, в достаточно населенном месте, на обочине тротуара можно увидеть картину словной жизни стран третьего мира. Речь идет о заброшенном микроавтобусе, который стал убежищем для бездомных. Грязь внутри и разбросанный вокруг мусор вызывают возмущение и отвращение у прохожих, которые говорят, что этот район стал похож на гетто. Местные власти заявили, что знают о ситуации и в ближайшее время вопрос будет решен. Ржавые двери, отломанные зеркала и отлупившаяся краска – все говорит о том, что этот микроавтобус давно бездействует. Заброшенность транспортному средству придает и беспорядок внутри, и надписи на дверях. Прохожие говорят, что стоит он здесь уже несколько лет и давно стал пристанищем для проживающих в этом районе нищих. К сожалению, не обращают внимания, хотя, честно говоря, уже давно было обратить внимание. Может быть, полицейские просто патрульные проезжают с той стороны и незаметно, но когда ты пешеход, ты видишь, что эта машина проблематична. Я думаю, что надо найти хозяина, если нет, значит, эвакуировать. Там уже туалеты, бомжатники и все такое. Не берут кулек и потом идут мусорку искать. Там мусорка есть, но они все равно тут мусор везде есть. Вон бутылка валяется, грязь, прям помойка, прям на дороге. Это не экологично вообще, даже за границей. Улицы, они намного чище, чем у нас здесь. Двоих обитателей автобуса наша съемочная группа обнаружила на передних сиденьях машины. Марии 45 лет, и она уже несколько дней ночует здесь. Оставшись на улице после того, как братья продали родительский дом, Женщина неделю назад приехала в Кишинев из Рыжканского района. Сколько человек ночует в этом микроавтобусе? Я и мой друг Игорь. Только двое? Да, только мы. Спим здесь, тут же и едим. На улице холодно, но женщина говорит, что в машине не мерзнет, потому что спит закутанный в то, в чем потом ходит попрошайничать. Как когда, когда 20, когда 50. Сегодня сколько заработали? Еще ничего, сейчас иду на работу. За эвакуацию заброшенного транспортного средства отвечают местные власти. После нашего обращения в притуру нам заявили, что на следующей неделе микроавтобуса там не будет. Выйдем на место, опломбируем машину. Посмотрим, что в машине, потому что это чья-то собственность. Потом эвакуируем. Машина, с чего мы эвакуируем. Мы пытались узнать, сколько еще таких заброшенных транспортных средств находится на Ботанике, однако претер не смогла ответить на этот вопрос. 13 января почти в 6 часов вечера произошел сильный пожар в столичном пригороде Сынджера. Об этом сообщили в генинспекторате по чрезвычайной ситуации. По поступившей в службу 112 информации, в поле на большой площади горела сухая трава. Благодаря своевременному вмешательству пожарных, огонь не перекинулся на столбы линии электропередач и близлежащие дома. Пожар полностью потушили спустя час. Пламя уничтожило 4 гектара сухой травы. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются. Елки, которые украшали дома горожан во время рождественских и новогодних праздников, в ближайшее время будут централизованно собирать для последующей переработки. Об этом в пятницу 14 января сообщили столичные власти. Жители Кишинева призывают складывать ели отдельно возле контейнеров для сбора бытовых отходов. А городские службы будут их затем вывозить на переработку, на специальную площадку возле очистных сооружений по адресу улица Лунка-Быкулуй, 24. В то же время хозяйствующим субъектам, организациям и учреждениям Кишинева настоятельно рекомендуется транспортировать ели, используемые во время зимних каникул, самостоятельно по тому же адресу. Молдавский теннисист Раду Албат пробился в основную сетку турнира «Большого шлема» на Australian Open, где встретится на корте с японцем Юсихито Нисиока, 99-м номером в мировом рейтинге. Квалификацию в финал Албат получил после победы над португальцем Жоаном Соузой со счетом 6-4-6-4. Молдавский теннисист сейчас занимает 123-е место в мировом рейтинге. В 2021 году он впервые вышел в третий раунд Australian Open, установив личные и национальные рекорды. Напомним, в прошлом году Раду Албат вышел в 1-8 финала Australian Open как в одиночном, так и в парном разряде, что стало лучшим результатом в его карьере в турнирах «Большого шлема». Власти Австралии во второй раз аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Основная причина – серп не привит от коронавируса, а для въезда в Австралию вакцинация обязательно. Решение принял лично министр миграции Алекс Хоук. Обычно в таких случаях закон подразумевает депортацию и лишение права на въезд в Австралию в течение трех лет. Однако позже стало известно, что дело теннисиста передали в Федеральный суд Австралии, а самого спортсмена не депортируют из страны до окончания разбирательства с министром иммиграции. Слушание пройдет в воскресенье. Напомним, ранее пограничники Австралии уже аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Сербский теннисист не вакцинирован от коронавируса, но получил медотвод, позволяющий избежать этой процедуры. Пограничная служба Австралии провела проверку документов и устроила сербу длительный допрос, после чего сообщила, что Джокович не предоставил необходимые доказательства, отвечающие требованиям для въезда в Австралию. Сегодня, 14 января, православные христиане празднуют День Святого Василия Великого. По традиции он завершает цикл зимних праздников и знаменует начало Нового года. Накануне группы каледующих ходили по домам и желали хозяевам богатой и мирной жизни. Обычаем Старого Нового года придерживаются и в Аргееве. Группа детей и взрослых из села Николаевка приехали в муниципе, чтобы соблюсти старинные традиции. В канун праздника Святого Василия с энтузиазмом и хорошо выученным текстом группа каледующих из села Николаевка приехали в Аргеев, чтобы пожелать горожанам всего самого наилучшего в новом году. Примиц уротари! Ахо, ахо, сурори и фраци! Драги, фемеи и скуми барбаци! Лаутари, актори, артишти! Хаи даде, луби, диктаришти! Спектатори, дин лумеа маре! Аскутація меа ураре! Ва дореск доар санатате! Са ва меарга ка пероад! На площади Василия Лупу развернулось целое представление. Можно покаледовать. Мне нравятся праздники, зимняя атмосфера, калядки, люди радуются. Каледующие по старинному обычаю осыпали аргеевцев зернами пшеницы, кукурузы и подсолнуха. Так как веруют, кого телу, лаамуш, ламуш, алах! В селе Николаевка сохранились старинные калядки. Мы приехали посевать и поздравить жителей города с Новым годом. Желаем им здоровья, сил и не сдаваться. Под впечатлением от зрелищного представления, многие присутствующие говорили, что только так можно сохранить обычаи. Радует, что все праздники. Можно выйти на главную площадь, погулять, что-то послушать. Очень красиво, как воспоминания из детства. По народной традиции, в День Святого Василия Великого не рекомендуется выбрасывать мусор или подметать. При этом считается, что вам круглый год будет сопутствовать удача, если вы вылите на стол капельку вина или подадите милостыню. Если в этот день идет снег, год будет урожайным, а если погода ясная и холодная, то к здоровью. По статистике, в Молдове около 57 тысяч мужчин носят имя Василий. 18 тысяч – отчество Васильевич. Именем Василиса названы более 4 тысяч женщин. Авиаинвест решила сделать теплее праздники для людей с синдромом Дауна или, как их еще называют, детей солнца, которые проживают в усадьбе села Бушелка Резинского района. Сладости, продукты и подарки принесли обитателям особняка представители компании. Узнав их историю, в Авиаинвест решили полностью заменить электричество в старинном особняке. Теперь у Дарьи, Александры и Петра появилось еще больше причин для радости. Мне нравится находиться здесь с тетей Аурика и с Дашей, с Сашей, с семьей. Я помогаю им, убираю, готовлю. Петру 18 лет, он шеф-повар усадьбы, а Дарьи 35, и она любит танцевать. Молодцы, пусть я много подарок, что вы хотите. Вам принесли то, что вы хотели? Да. А вот Александре всего 9 лет, но она уже мечтает стать моделью. Мне нравится пустяка, и вот мне сказали, собака такие, чек. У всех троих диагностирован синдром Дауна, но дети солнца здесь счастливы, рада сюрпризам и управляющая усадьбой. Нам, конечно, электричество нам очень архиважно, потому что тут выбивают пробки, мы иногда без света сидим. Хочу выразить огромную благодарность всем людям, которые поверили в нас и помогают нам. Компания «Авиаинвест» также призывает и других оказать помощь фонду. Мы выступили с идеей заменить и сделать все ремонтные работы, связанные с электричеством, чтобы свет постоянно горел в этом доме. Мы очень рады, что есть люди, которые придумали этот проект, и мы поддержим их абсолютно во всем, где сможем. Для компании «Авиаинвест» уже стало традицией в праздники удивлять самым необычным образом. Мы решили привнести лучики добра в души пассажиров и детей. Уже около двух лет мы только приумножаем традиции по поддержке детей, которые очень нуждаются в материальной помощи. Каждый год «Авиаинвест» помогает малоимущим семьям и детским домам. Ранее они уже оказали поддержку детскому дому семейного типа в Бессарабке и матери-одиночке четырех девочек, у одной из которых диагностировали онкологическое заболевание.